Знакома ли вам такая ситуация? Ну, приходите вы, к примеру, в магазин. Ну, ладно, по нашим временам открываете страницу магазина. А там такой выбор, такое разнообразие, но один нюанс. Все очень-очень дорого. Ну, если понять, почему одни сапоги стоят тысячу рублей, а другие 110 еще можно, то вот почему есть обувь по 200 и по 300 тысяч иногда совершенно невозможно. А с акциями как быть? Вот есть за 150 тысяч, а есть за одну копейку. И дешевая она или дорогая, это как, по мнению из Данина Полуна из 34-й квартиры, или по мультипликатору? Какая цена является оптимальной и поможет заработать, узнаете в конце выпуска. Погнали! Привет, с вами Петр Корнеев, это РБК Инвестиции. Давайте разберемся, почему такие разные цены на акции. Кто устанавливает начальную цену и можно ли купить половинку ценной бумаги? Наша дорогая и состоятельная аудитория – спокойствие. Никто не предлагает вам дешевку. Ну, есть акции до 1000 рублей, и иногда инвестировать в них может быть весьма выгодно. Но брать их или нет, вы решите в конце выпуска. А пока коротко о том, как формируется цена. Определение цены на акции в процессе размещения на бирже можно разделить на три этапа. Первый этап – до установления ценового диапазона и формирования книги заявок. Эта цена указывается в проспекте компании, который подается регулятору рынков и ценных бумаг. Его получают потенциальные инвесторы, а эмитент начинает так называемое роуд-шоу. Буквально это процесс расхваливания себя и своих плюсов перед инвестдомами и компаниями. Одновременно андеррайтер – это организатор размещения. Им может выступать инвестиционный банк или компания. Приступает к приему заявок от тех самых товарищей – компаний, фондов, частных лиц, которых заманивали новым тикером. На втором этапе, который происходит после закрытия торгов накануне размещения, компания и андеррайтер устанавливают окончательную цену предложения. Вот ее-то и заплатят за каждую бумагу те, кто решил поучаствовать в пред-IPO. Третий этап начинается с открытия торговли акциями на фондовом рынке. С этого момента стоимость акций определяется спросом и предложением, а иногда и твитами Илона Маска. Особое значение в финансах имеет цена закрытия первого дня торгов. Разница между ней и предложением компаний до выхода на биржу и называется первоначальной прибыльностью. Но как в итоге определяют цену той или иной акции? Ну нельзя же просто так вот зайти, открыв дверь инвесторов с ноги и сказать «хочу миллиард». Или можно, Леш? Если с активами и денежными потоками разобраться частному инвестору не всегда просто, то мультипликаторы доступны в приложении любого брокера. Они могут быть самыми разнообразными, включая специфичные. Ну, например, рыночная капитализация на одного зрителя кабельного телевидения. Или рыночная капитализация на один баррель нефтяных резервов. Или рыночная капитализация на одного специалиста компании. Многие инвесторы любят мультипликатор П на Е. П на И. А, П на И, да? П на И, пожалуйста. Все, извини, пожалуйста. А все остальное нормально? Нормально. Спасибо. Да, так вот, мультипликатор П на И считается, что он чем ниже, тем лучше. Часто это справедливо, но есть свои нюансы. Главное помнить, что сравнивать по ним можно только компании из одного сектора. А при оценке обращать внимание на несколько показателей, а не на один. Во-первых, цена бумаги сама по себе не имеет какого-то принципиального значения. Нам нужно как-то оценивать бизнес. Например, показатель П на И в качестве сравнительной меры характеристики – это неплохой показатель. Но он поверхностный. Конечно же, нужно копать глубже и разбираться, например, почему П на И в компании такой низкий или его и беда такая низкая. Какие проблемы есть у компании? Потому что они очевидные есть, если такие сравнительно низкие мультипликаторы, как правило. Стоит изначально принять, если нет каких-то суперглубоких знаний, экспертизы, особенно для начинающих инвесторов это будет удобно, надо просто принять тот факт, что рынок оценил сейчас все справедливо. То есть сейчас нет очевидных идей на рынке. Если вы видите, что у компании низкие мультипликаторы, то, скорее всего, это оправдано. Скорее всего, есть за что. Может быть какие-то риски, которые вы просто пока не видите. Это могут быть корпоративные риски, регуляторные и так далее. За что инвесторы оценивают эту компанию дешевле. Но отсюда уже, опять же, надо исходить. Например, вы там ждете какую-то интересную сделку по этой компании, или ее новый продукт отхватит большую долю рынка, или может быть какой-то потенциально интересный M&A. И вот это может быть интересным триггером. И тут уже не важно, это value, акция, growth, акция. То есть вы делаете какой-то прогноз, он может сработать или не сработать. И начнем мы наш обзор компаний с детища Генри Форда. Сейчас одна акция стоит в районе 16 долларов, и это как раз 1000 рублей. Об этой компании ее основателя вы точно слышали. Он стал настоящей легендой, особенно в российском сегменте интернета. Теперь Форду, как Эйнштейну, приписывают все мудрые мысли великих бизнесменов. Но у Форда правда их было много, я думаю, хватит на несколько групп ВКонтакте. Ну, почитайте его книгу, кстати, обязательно. В 12 лет Генри оборудовал небольшую мастерскую, где проводил все свободное время. Там через несколько лет он сконструировал свой первый паровой двигатель. Слушай, вот игрушки были у детей. Сейчас бы он, наверное, ракету отправил, да? Кстати, а может у Илона Маска как раз-таки были такие игрушки? В 1879 году Генри Форд перебрался в Детройт, где устроился на работу помощником машиниста. Свой второй двигатель, но уже внутреннего сгорания, Форд собрал на собственной кухне. Своё изобретение он поставил на раму с четырьмя велосипедными колесами. Так, в 1896 году появился квадроцикл, транспортное средство, которое стало первым автомобилем Форд. Уволившись в 1899 году из компании Edison Illuminating, Генри Форд основал собственную фирму Detroit Automobile. Несмотря на то, что через год предприятие обанкротилось, Форд успел собрать несколько гоночных автомобилей. Форд сам принимал участие в автогонках и в октябре 1901 года сумел победить чемпиона Америки Александра Уинтона. Компания Ford Motors появилась в 1903 году. Её основателями было 12 бизнесменов из штата Мичиган во главе с Генри Фордом, который держал 25,5% акций предприятия и занимал должность вице-президента и главного инженера компании. Первый автомобиль компании был продан 23 июля 1903 года. В 1906 году Генри Форд стал президентом и основным владельцем компании. Форд страшно не любил залезать в долги, а долгами он считал, в том числе и инвестиции, поэтому делать компанию публичной он не торопился. Так и говорил, на биржу только через мой труп. Мне, кстати, мама так же говорит, когда я сказал, что торговать начал. Ford Motor Company листинговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже только после его смерти в 1956 году. А фондам, связанным с семьей Форда и его потомками, до сих пор принадлежит около 30% голосующих акций компании. Породниться с ним можем и мы. На прошлой неделе акции автопроизводителя Ford взлетели почти на 9%, до 16 долларов 87 центов за бумагу. Котировки Ford начали активно расти после выхода отчетности за третий квартал 2021 года. Чистая прибыль компании составила 1,8 миллиарда долларов, и это на 24% меньше, чем в том же квартале 2020 года. Однако практически вдвое больше ожиданий аналитиков. Консенсус, собранный рефинитив, предполагал чуть больше 900 миллионов долларов. В пересчете на одну акцию прибыль составила 45 центов против 60 годом ранее, а по прогнозу рефинитив должна была вообще составить 23 цента. Производитель также превысил ожидания по выручке. 33,2 миллиарда долларов против консенсуса рефинитив 32,5 миллиарда. По сравнению с тем же периодом прошлого года выручка снизилась на 4,5%. Ford заявил, что ситуация с дефицитом чипов улучшается. Доступность полупроводников остается проблемой, но она заметно улучшилась по сравнению со вторым кварталом. Ford повысил годовой прогноз по EBIT. Это промежуточный показатель прибыли до уплаты процентов и налогов. С 9,10 миллиардов до 10,5, а то и 11,5 миллиардов долларов. Руководство ожидает, что в четвертом квартале вырастут оптовые поставки, а также сохранится благоприятное сочетание числа проданных автомобилей и цен. Ford сохранил свои ожидания относительно скорректированного свободного денежного потока на уровне 4-5 миллиардов долларов. И аналитики убеждены, что потенциал роста у бумаг еще есть в районе 18-20% до марта следующего года. 12 из 20 аналитиков рефинитив рекомендуют бумагу к покупке. Позитивы добавляет и новость о том, что с четвертого квартала компания возобновляет регулярные выплаты дивидендов. Производитель отменил выплаты акционерам полтора года назад на фоне пандемии. Дивиденд на одну обыкновенную акцию и одну акцию класса B составит 1 цент. Акционеры получат выплату 1 декабря 2021 года. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов 17 ноября. Кстати, на дивиденды будет направлено около 400 миллионов долларов. Так сообщил финансовый директор Ford Джон Лоулер. Компания тоже старается, тоже наращивает продажи. Особенно нам нравится, что было решение, но это правда давно было принято, но сейчас появляются плоды. Когда компания начала закрывать убыточные заводы, выходить из тех регионов, которые приносили по сути только убытки. И вот сейчас благодаря этому компания стала намного лучше смотреться. Но просто если сравнить темпы развития и те ресурсы, которые есть у Ford или того же General Motors или Volkswagen, мы считаем, что Ford в этой гонке, наверное, будет не в числе лидеров. РусАгро крупнейший агрохолдинг России. Это одна из немногих российских продовольственных публичных компаний, ценные бумаги которой продаются не только на Мосбирже, но и на лондонской фондовой бирже. Это, наверное, британцы стысковались по нашей русской картошке. Впрочем, скорее по варенью и салу. РусАгро один из лидеров России по производству сахара. Также у компании сильные позиции в сеноводстве, растеневодстве и масложировом бизнесе. Первоначально основная хозяйственная деятельность велась в Тамбовской области, но затем она расширилась на все Черноземье. Липецкую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую и Курской области. Это местности с наиболее плодородными в России почвами. Сейчас земельный банк группы более 600 тысяч гектаров земли. И комплексы есть в Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. А вот штаб-квартира холдинга находится в Москве. Свой первичный капитал и влияние заработала на белом и сыпучем. Сейчас холдинг производит около 13% всего сахара в стране. Но заняв свою нишу на этом рынке, группа компаний начала активно диверсифицироваться и наращивать производственные мощности и направления для экспорта. Например, поставлять свинину, сою и кукурузу в Китай. В управлении холдингом основную роль играют учредитель Вадим Машкович и генеральный директор Максим Басов, которому, кстати, принадлежит более 7% компаний. У группы компаний сложная структура, которую можно разделить на несколько уровней. Верхний уровень занимает кипрская офшорная компания РосАгро, у которой основными акционерами, судя по последнему протоколу собрания, выступают, кроме Вадима Машковича и Максима Басова, несколько компаний. Федукиано Номинос, Федукиано Трастес, Федукиано Директорс, Федукиано Менеджмент и вот эти еще вот все. Просто не знал, как их правильно сказать. Но основные активы сосредоточены у ООО группы компаний РосАгро. Это юридическое лицо, которому принадлежит 36 предприятий, которые составляют производственные мощности холдинга. Больше всего выручки сейчас приносит масло-жировой сегмент. Это майонез, маргарин, спрет, горчица, кетчуп и растительное масло. Эта тенденция характерна как для 2019 и 2020 года, так и для первого полугодия 2021 года. Как говорится, кто управляет майонезом, управляет вселенной. Но не все так радужно. Кризисный для отрасли 2020 год замедлились все, но холдинг РосАгро отстал сильнее других. Хотя все еще сохраняет лидерство по объему выручки. Забик посыпался. Рендер сломался. Но зато 2021 год превосходит все ожидания. Чистая прибыль РосАгро по МСФО за первое полугодие выросла на 81% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 и составила 17,6 миллиардов рублей. Свою роль здесь сыграли и инфляция, которая подтолкнула вверх цены на продовольствие, и успешная экспансия рынка масложировой продукции. Но если вы уже потянулись к своему брокерскому приложению пополнять портфель новым активом, подождите еще минутку. Я расскажу о рисках. Они у агрокомпаний с тех времен, когда Иосиф толковал сны фараона, не изменились. Это урожайные и неурожайные годы. Для РосАгро характерным примером явился неурожай свеклы в 2020 году. Несмотря на то, что на фоне высокого спроса инфляции, холдинг поднял цены на сахар, выручка от его продажи все равно упала. Если говорить о РосАгро, то РосАгро в этом году выглядит потрясающе, и тому есть причины. Их две основных. Это первая причина – позитивные, последовательные действия менеджмента. И вторая причина – это позитивная конъюнктура рынка. Если говорить о позитивных действиях менеджмента, то это понятно согласование дивидендной политики. 50% очистки прибыли по МСФО, которая была объявлена в сентябре месяце. И после этой дивидендной политики можно рассчитывать на то, что РосАгро будет платить 13-14% дивидендных годовых в соответствии с текущей ценой, что достаточно много для подобного рода бумаги. И вторая позитивная история – это проведение СПО, то есть увеличение количества в максимумах в сабоновом обращении буквально недавно, что позволило привлечь частных инвесторов со стороны московской биржи. То есть менеджмент действовал последовательно и правильно. Вторая причина, по которой на РосАгро стоит обратить внимание – это текущая рыночная конъюнктура. Во-первых, это инфляция продовольственных товаров. Вообще вот последние 100 лет цены на продовольствие регулярно снижались. И вот начиная с апреля месяца прошлого года они начали поступательно расти. Это первая причина. И инфляция сохраняется. То есть цены на продовольствие, скорее всего, и дальше продолжат медленно, наверное, толсти вверх. Еще одна причина, по которой РосАгро является интересной бумагой – это возможное увеличение экспорта из РФ. ЛСР – одна из ведущих строительных компаний на российском рынке. Она сосредоточена в трех регионах – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также в Екатеринбурге. По объемам текущего строительства компания занимает второе место в России после группы «Пик». И суммарно ей принадлежит 20% всего рынка. Отчетность первого полугодия 2021 года привлекла к ЛСР внимание инвесторов. Ведь чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза, а выручка показала рекордный рост по сравнению с прошлыми периодами. Акции сейчас стоят около 750 рублей за бумагу. Может быть, стоит встроить их в свой портфель? Котировки ЛСР пока еще выглядят удручающе. И на это есть причина. Удвоение чистого долга с января по июнь этого года и снижение общей площади по новым заключенным контрактам до четырехлетнего минимума. Ипотека в России со второй половины прошлого года стала доступнее, что спровоцировало бурный рост цен на недвижимость. Чтобы помочь строительной отрасли в период кризиса 2020 года, государство запустило льготную программу ипотечного кредитования. В результате Россия заняла четвертое место в мире по темпам роста цен на жилую недвижимость, так что многие заговорили о пузыре. Но в 2021 году ситуация немного изменилась. Летом льготную ипотеку продлили до 2022 года, но повысили ключевую ставку и уменьшили максимальную сумму кредита до 3 миллионов рублей, что особенно бьет по спросу в столичных регионах, где стоимость недвижимости заметно выше, чем в целом по стране. Все эти факторы негативно отражаются на спросе на недвижимость. К сентябрю этого года количество принятых заявок и объемы выдачи кредитов по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума с момента запуска программы. Общая площадь новых контрактов упала на 10%, до 313 тысяч квадратных метров, что стало минимум за последние 4 года. То есть с точки зрения натуральных продаж можно с уверенностью говорить о падении спроса на новую недвижимость. Но цены на недвижимость остаются близки к историческим максимумам, поэтому в денежном выражении сумма новых контрактов выросла на 24%, до рекордных 47 миллиардов рублей. Да, все дороже и дороже стоит однушку в шушарах. Да, кстати, ключевым регионом для бизнеса ЛСР остается Санкт-Петербург, на который приходится 59 продаж в натуральном выражении и 55 продаж в денежном выражении. На фоне роста цен на жилую недвижимость выручка ЛСР увеличилась на 14%, до 54,8 миллиардов рублей, и обновила рекорд. Около 80% выручки принесла продажа жилой недвижимости и предоставление строительных услуг. Остальные 20 компания получила от продажи строительных материалов и предоставления услуг башенных кранов и флота. Напомню, что в 2020 году холдинг вышел на рынок фрахтовых водных перевозок через компанию ЛСР «Базовая». Дивидендная политика холдинга предполагает направить на выплаты в 2021-2023 годах не менее 20% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2020 года компания выплатила суммарно 59 рублей на акцию, то есть 50% от чистой прибыли. При этом менеджмент ЛСР сообщил, что выплаты по итогам первого полугодия 2021 года не планируются. В ближайшие годы основное внимание будут уделять снижению долговой нагрузки и развитию бизнеса. То есть, исходя из заявления менеджмента, на щедрые дивиденды в ближайшие годы инвесторам рассчитывать не стоит. Мы видим, что в течение 5-10 лет скорее всего рынок недвижимости в России консолидируется до 5-15 крупных игроков, крупных девелоперов на рынке. Это в принципе тот путь, который прошли другие развитые страны. И мы думаем, что ЛСР будет в их числе. При этом даже не ожидая, что у нас скорее всего упадут 22-й год, в общем, будет не такой интересный и для рынка недвижимости, и для рынка ипотек. По этому делу ставки ипотечные подрастут вслед за ключевой ставкой ЦБ. Понятное дело, что из-за снижения льготных программ, сокращения льготных программ, тоже будет меньше стимулов. Тем не менее, за счет того, что у компаний больших, как ПИК, ЛСР и так далее, есть преимущества, в том числе и по проектному финансированию, скорее всего, они будут дальше отхватывать долю у более мелких застройщиков. И это позволит им все равно, даже не на самом лучшем рынке, нарастить объем продаж. Возвращаясь к вопросу дешевых и дорогих акций. Дэвид Дриман проводил исследование, в ходе которого были взяты котировки полутора тысяч крупнейших компаний из базы Компустат. По его мнению, дешевые акции переигрывали рынок в каждом десятилетии, но с его подходом тоже можно поспорить. Если бизнес плохой и в плохой отрасли, немногие компании вообще продолжат свое существование. Например, автомобильные производители авиакомпании тому подтверждение. За 20-й век их количество сократилось в сотни раз. Также цена на акцию не всегда означает низкую рентабельность капитала. В текущий период времени привычные уклады в прогнозировании меняются. В первую очередь, компания должна иметь перспективы роста на том рынке, где она представлена, а также здоровые финансовые показатели. Так что иногда лучше стая дешевых синиц на брокерском счету, чем одинокий дорогой журавль, который падает вниз. Вот такая биржевая мудрость. Слушая любой совет, думайте своей головой и ищите как можно больше информации, чтобы составить свою картину мира. А у меня на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!